Друзья, приветствую! Владимир из Нижнего Новгорода прислал посылку с образцами масла Mobil 1 X1 530. Это масло А5B5. Вот две баночки, свежая отработка. Описание. Автомобиль Toyota RAV4 на автомате 2018 года с двигателем 2,5 литра, небольшим пробегом 65 тысяч километров. Сами видите. Ориентировочно это 200 моточасов, средняя скорость 30 километров в час. Так, сейчас я вот распакую. Одна баночка с отработкой подписана. Я сейчас, если потребуется, почищу, подпишу. Ну и давайте, значит, естественно, эталон у меня данного масла есть. Обратите внимание, сейчас я вот выбираю, здесь два эталона у меня. Один эталон. Так, вот видите, один просто А5B5, а второй 0,6 20 это с с Эльсаком GF5. Так, прибор сейчас решил проверить чистоту окон в тех внутренних, измерить фон для учитывания, значит, возможных там изменений. Вот и все. Сейчас закладываю капельку свежего и давайте посмотрим. Значит, в эталоне было у меня изначально создано 8,9 щелочное и 1,8 кислотное. Так, смотрите, противоизносных присадок в этом масле от Владимира 106 процентов, кислотное 1,88 на 0,08 побольше и удивительно, но здесь больше, значит, щелочного 9,6. Это уже ближе к полнозольному маслу К5B5. Вот, но, возможно, это именно версия без Эльсака. Более такая старая рецептура. Вот, смотрите, спектрограмма. Это сравнение с эталоном. Красная линия это эталон, черное это данное масло. То есть, здесь полное совпадение, никаких сомнений в оригинальности данного масла нет. Ну, просто, вот видите, разные рецептуры здесь вот так проявляются. Все, я сохраняю, значит, так я там подправил на 9,6. Ну и можно приступать, значит, к проверке и отработке. Так, 6000 километров, 200 моточасов примерно. Ну, так заявлено Владимиром. Вот, по автомобилю, значит, средняя скорость 30 километров в час. Эксплуатировалось масло с января по март и Газпромовское топливо 95 и 95. Ну, давайте посмотрим, что намерит прибор. А, что намерит? Он опять тут, значит, проверяет окна. Ну, не знаю, у него там свои алгоритмы. Так, и смотрите, значит, противоизносных присадок 70 процентов. Так, нитрование по чуть-чуть, здесь нормально. Посмотрите, сажи практически нет. Отлично, да, видно средняя скорость высокая, оптимальное вообще сгорание, все хорошо сгорает. Сажи практически нет. 2,45 кислотная, неплохо. Даже, даже не дотягивает до единицы за 200 моточасов. Отличный результат. 6,9 щелочной. То есть, еще видим, запас есть приличный. Такое масло, я бы сказал. Ну, как бы, ни гликоли, ничего, все, 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 в общем-то, отлично. Ну, вот, да, сажи для 200 моточасов и сажи нет. Да, хорошо работает мотор, я бы так сказал. Хотя, давайте посмотрим на вязкость. Значит, сейчас, заложу образец свежего и образец отработки и проверим, что произошло с вязкостью. Так, с вязкостью очевидные проблемы. Смотрите, очень сильно масло разжижено. Это практически уже, видите, к желтому порогу, то есть на две трети оно разжижилось за 200 моточасов. Это сильно, это, конечно, не SkyActiv Mazda, где катастрофа чаще всего с разжижением. Но, тем не менее, сильное разжижение. Тут особенности мотора или я не понимаю. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, так не пропустите новые видео. Сейчас я покажу, что у меня получилось по прогнозу, с учетом высокой средней скорости. Смотрите, я так понимаю, что это атмосферный мотор без турбо. Отлично масло работает. 472 моточаса, больше 14 тысяч километров в предел. По мощным нейтрализующим свойствам 13000 по нейтрованию, 436. Но, вот так вот, кстати, вот так и чаще всего бывает. 400-500 моточасов по фильтру. Но, кстати, у дизелей поменьше этот показатель, ну, получше вернее. Ну и приговорил я, так сказать, масло по вязкости. Через 8 тысяч километров вязкость при нынешних тенденциях достигнет предельного уровня. И, значит, чем это очревато, кто не знает. Сильное разжижение масло топливом. Негативно влияет на несущую способность масляной пленки. То есть масляная пленка ослабевает. И в каких-то критических моментах может быть даже разрыв пленки. Допустим, на вкладышах или минимальная толщина пленки на вкладыше на 430 градусов повороворота коленвала. Это понимание, что это когда второй такт вспышки происходит, значит, составляет 1,7, у меня где-то график есть, микрона. Для понимания человеческий волос примерно 70 микрон. То есть в 35 раз тоньше человеческого волоса. Вот такая пленочка, вы понимаете, да, она очень тонкая, даже если так можно выразиться. Так вот, если на этой пленке еще присутствует не энное количество топлива. Понимаете, да, топливо это не масло, оно не образует какую-то пленку там сверхпрочную, то может быть разрыв. Разрыв масляной пленки ведет к трению. Трение это моментальное повышение температуры, учитывая нагрузки и скорости. Вот, и мотористы знают, происходит от увеличения нагрузки прихват, прихват и проворот. То есть приваривается вкладыш к коленвалу и совсем вытекающий. Ну, это так, теория, конечно. Может кто-то больше разбирается, поправит меня. Я не моторист, специалист. Вот, но тем не менее, вот так. Поэтому сильное разжижение опасно, на мой взгляд. Ну, Владимиру можно порекомендовать только посмотреть топливную. Форсунки льют, не льют. Скорее всего, да, льют. Высокая и средняя скорость должно выпариваться, но почему-то этого не происходит. Значит, форсунки льют быстрее, чем выпаривается. Или конкретный образец взят, например, после какого-то режима, там, например, 5 было холодных стартов и не было продолжительной поездки, чтобы выпарить это топливо. Ну, еще такой, да, вариант возможен. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.